Десятки пострадавших. Марш ультраправых в Шарлотсвилле перерос в массовые беспорядки. Чрезвычайное положение в штате Вирджиния. Иранский ответ США. Режим Айатолл увеличил финансирование ракетной программы на полмиллиарда долларов. Тегеран грозится, что это только первый шаг. Венесуэльские винтовки в Нью-Йорке. Сын лидера Боливарянской республики угрожает президенту США. Ситуация вокруг Каракаса усугубляется. США из-за беспорядка в Вирджинии демонтируют еще два памятника конфедератам. Мэр города Лексингтон, штат Кентукки, Джим Грей, в связи с имевшими место в субботу ожесточенными столкновениями ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, решил в ускоренном порядке демонтировать два памятника конфедератам. Марш ультраправых активистов в Шарлотсвилле, среди которых были члены российской организации «Куклус-клан» и «Неонацисты», перерос в субботу в ожесточенное столкновение с их противниками. В результате десятки человек пострадали, а властям пришлось вести чрезвычайное положение. Все началось с факельного шествия ультраправых, которые они организовали стихийно в ночь с пятницы на субботу. Произошли столкновения с теми, кто выступает против проведения подобных акций. Отдельные инциденты переросли в масштабные беспорядки в центре небольшого города, население которого составляет всего порядка 40 тысяч человек. Стычки манифестантов произошли за несколько часов до запланированной демонстрации единства правых в парке эмансипации против решения местных властей снести память главнокомандующему армии конфедеративных штатов Америки Роберту Эдварду Лин. В результате ситуация вышла из-под контроля, а акцию пришлось отменить. Впоследствии губернатор штата Вирджиния Терри Макколев объявил в городе чрезвычайное положение, что позволило привлечь к урегулированию ситуации полицию штата и военнослужащих национальной гвардии. Стражам порядка удалось относительно быстро оттеснить участников столкновения от сада эмансипации, однако вскоре в центре города произошло другое происшествие. В толпу людей, выступавших против националистов, на полной скорости въехал неизвестный на автомобиле, а спустя несколько мгновений задним ходом покинул место преступления. В результате этого инцидента пострадали 19 человек, погибла 32-летняя женщина. Губернатор штата Вирджиния Терри Макколев выступил с обращением к ультраправым. У меня есть послание для всех расистов и нацистов, которые сегодня приехали в Шарлоттсвилл. Убирайтесь домой. Вы полагаете, что вы патриоты, но вы являетесь кем угодно, но не патриотами. Для вас нет места здесь. Для вас нет места в Америке. Во второй половине дня близ Шарлоттсвилля произошел еще один инцидент. В лесистой местности рухнул полицейский вертолет, патрулировавший город во время столкновений. В результате два стража порядка, находившихся на борту, погибли. На ситуацию отреагировали президент США Дональд Трамп и его супруга Милания, которая первая из официальных лиц призвала прекратить насилие. «Наша страна поощряет свободу слова, но давайте взаимодействовать без ненависти в наших сердцах. Насилие ни к чему хорошему не приведет», – написала она в своем твиттере. Позднее сам глава государства осудил столкновение и призвал восстановить в Шарлоттсвилле правопорядок. «Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со стороны многих сил. И это продолжается уже очень долгое время. Это началось не при Дональде Трампе и не при Бараке Обама. Это длится долгое время. В Америке нет этому места. Сейчас жизненно важно быстро восстановить правопорядок и защитить невинные жизни. Мы должны любить друг друга, уважать друг друга и ценить нашу историю и наше будущее вместе. Уважайте друг друга». В июле 2017 года в Шарлоттсвилле уже состоялась акция против сноса упомянутого памятника Эдварду Лин. В конце митинга тогда завязалась потасовка между представителями Кукукс-клана и их оппонентами из числа простых граждан. Полиции пришлось применить перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое доставлены в больницу. Дональд Трамп заподозрил ближайшего помощника в раскрытии секретных данных журналистам. Речь идет о Стивене Бенноне. По данным источников в Белом доме, Трамп уже поделился своими подозрениями с некоторыми сторонниками. По оценке американских СМИ, появились сомнения в том, сохранит ли Беннон статус главного политического стратега в администрации. Согласно имеющимся сведениям, у Беннона стало меньше возможностей для встреч с президентом США после назначения в конце июля руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли. В отличие от ряда других ключевых помощников американского лидера, он не поехал вместе с президентом в гольф-клуб в Нью-Джерси. Беннон практически не имеет союзников в администрации. Ранее он уже не раз вызывал серьезное недовольство Трампа. Президент США в частности публично обвинял Беннона в том, что тот слишком много внимания уделяет личной популярности. Среди его соперников в Вашингтоне американские СМИ называют дочь Трампа Иванку и ее мужа Джареда Кушнера. Супруги занимают должность помощников американского лидера. Напомню, Трамп заявил о намерении назначить Беннона своим главным политическим стратегом и старшим советником в ноябре 2016 года. До этого последний руководил предвыборным штабом республиканца и помогал ему формировать новую администрацию. Израиль окажет радушный прием эмиссарам Трампа Джаред Кушнер и Джейсон Гринблот направляются в регион с новой посреднической миссией в попытке сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования Палестино-Израильского противостояния. Сегодня на еженедельном заседании правительства премьер-министр Израиля Беннона Таньяху заявил. В ближайшее время президент Трамп направит своих представителей Джареда Кушнера и Джейсона Гринблота для переговоров в регионе с тем, чтобы попытаться запустить политический процесс. Мы, как всегда, окажем им радушный прием. Кушнер и Гринблот уже несколько раз за последние месяцы наносили визиты в регион, чтобы содействовать перезапуску Палестино-Израильского мирного процесса. Кушнер, нынешняя администрация США фактически курирует ближневосточное урегулирование. Последние прямые переговоры между сторонами ближневосточного конфликта завершились безрезультатно в апреле 2014 года после девяти месяцев безуспешных усилий США по сближению позиций израильтян и палестинцев. До этого мирный процесс закончился провалом в 2010 году. Иран увеличил финансирование ракетной программы на полмиллиарда долларов за соответствующий законопроект, который предусматривает выделение дополнительных средств на разработку баллистических технологий, а также на расширение деятельности корпуса Стражи Исламской революции в регионе проголосовал сегодня парламент Исламской республики. Документ, разработанный в ответ на новая санкция США против Исламской республики, был принят большинством голосов. Как заявила председатель Меджлиса Алила Риджани, американцы должны понять, что это только первый шаг. Напомню, 18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Тегерана, иранские военные закупки и корпус Стражей Исламской революции. В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки. Одобрение иранским парламентом увеличения финансирования ракетной программы – закономерный ответ на ужесточение санкций со стороны США, так считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. В публикации на своей страничке в Фейсбуке российский политик подчеркнул, что мир может быть устойчивым только на принципах равенства прав государства. Однако это не освобождает страны от их обязательств перед международным сообществом. Закономерно. Вот так и бывает, когда одна страна – США – считает, что только ей все можно и нужно, а остальным ничего нельзя, потому что не нужно. И безостенчиво навязывает свою волю всем остальным. Введенные против КНДР санкции Совета Безопасности ООН могут напрямую коснуться жителей Народной Республики и, в частности, вызвать массовую безработицу и перебой с продовольствием. Об этом в опубликованном сегодня интервью агентства Киодо заявил бывший северокорейский чиновник И Чен Хо. По его словам, ранее он возглавлял 39-й отдел, правящий в КНДР Трудовой партии Кореи, отвечавший за валютную выручку от торговых операций Республики за рубежом. По оценке находящегося сейчас США И Чен Хо, из-за новых ограничений Пхенян потеряет почти 2 млрд долларов. При этом бывший северокорейский чиновник полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не откажется от развития ракетно-ядерной программы, несмотря на новые санкции Совет Беза ООН, поскольку опасается за стабильность северокорейского режима. По мнению бывшего главы 39-го отдела ТПК, все это может привести к тому, что на США ляжет ответственность за страдания простого северокорейского народа, вынудив их на прямой диалог с КНДР по ядерной проблеме. Напомню, Совет Беза ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте пописаны другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна. Ситуация в еще одной стране, оказавшаяся под прицельной критикой Трампа через несколько минут. Как сын президента Венесуэла собирается штурмовать Белый дом? Оставайтесь на RTVI. Общего регионального подхода к разрешению кризиса. Как отмечают американские СМИ, президент США Дональд Трамп уделяет не так много внимания Латинской Америке. Между тем, регион переживает критически важный период, причем не только в контексте постепенного усугубления кризиса вокруг Венесуэлы. Взит Пенса, по мнению прессы, призван продемонстрировать, что Белый дом в должной мере вовлечен в дела западного полушария, в то время как администрация сконцентрирована на решении вопросов безопасности в Азии, на Ближнем Востоке и в других проблемных регионах. Сын президента Венесуэлы пообещал захватить Белый дом, если США применят военную силу против его страны. Такое заявление он сделал во время заседания Конституционной Ассамблеи. Послал Николаса Мадуро-младшего. В случае нападения на Венесуэлу президент США Дональд Трамп увидел бы винтовки в Нью-Йорке. Отпрыска главы Боливарианской республики, видимо, не смущает, что Белый дом находится довольно далеко от Нью-Йорка. Если бы на Венесуэлу было совершено нападение, вы бы увидели винтовки в Нью-Йорке, господин Трамп. Мы бы захватили Белый дом. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает вероятность военного решения венесуэльской проблемы. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, включая возможный военный вариант в случае необходимости, проинформировал он. После того, как в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая без проведения предварительного референтума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон, помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон теперь считает президента Николаса Мадуро диктатором. США также ввели санкции против венесуэльского лидера и членов ассамблеи. Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года, одновременно выйдя из таможенного союза и общего рынка ЕС. Об этом сообщили министр финансов Филипп Хаммад и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье, которую опубликовала на своем сайте воскресная газета Sunday Telegraph. Хаммад и Фокс также подчеркнули, что необходимый для придания уверенности деловому сообществу переходный период после Brexit не может быть бесконечным. Министры заявили, что во время этого периода Великобритания уже не будет находиться в таможенном союзе и в общем рынке, а потому предстанет в роли третьей стороны и не будет участником договора ЕС. Мы уважаем волю британского народа, и в марте 2019 года Соединенное Королевство покинет Европейский Союз. Мы выйдем из таможенного союза и получим свободу для обсуждения самых выгодных торговых соглашений со всем миром как независимая открытая торговая держава. Мы покинем общий рынок, потому что имело место голосование 23 июня. И именно его мы и притворим в жизнь. Но при этом Хамманд и Фокс дали понять, что границы Великобритании во время переходного периода должны продолжать функционировать. Товары, приобретенные через интернет, должны по-прежнему пересекать границы, а компании иметь возможность снабжать своих потребителей по всему ЕС, пояснили министры, добавив, что у британского бизнеса должны оставаться полномочия нанимать на работу талантливых сотрудников из Евросоюза. Когда же переходный период завершится, мы хотим, чтобы между Соединенным Королевством и Европейским Союзом заработали механизмы, основанные на договоренностях, которые бы поддерживали максимально тесные отношения с ЕС, сохраняя тесные связи в сферах безопасности, торговли и коммерческой деятельности. Выход статьи примечательен тем, что Хаммонд и Фокс негласно представляют два разных лагеря в британском комитете министров, противников и сторонников так называемого жесткого Брекзита. Так, главу Минфина евроскептики неоднократно обвиняли в намерении воспрепятствовать реальному выходу страны из ЕС. Публикация призвана продемонстрировать единство рядов британского правительства в преддверии намеченного на вторую половину августа третьего раунда первого этапа переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Брекзит. Информационный выпуск на канале Артевяй на этом подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова